Приветствую вас, и давайте попробуем обратить внимание на несколько моментов в вашем сообщении, которые, мне кажется, заслуживают того, чтобы на них заострить внимание. Первое, вы пишете, что мужчина сказал, что ему нужно время, что в частности мысль развивается. Вы ему дали покой, не пишите, не звоните, но при этом надеетесь. А видите ли, первое, что нужно понять, это то, что мужчина действительно может быть просто испугался, вот, того, что, когда вы стали близки, очень близки, да, все скоро развивается, мужчина просто-напросто понял, что еще не готов к той ответственности, которая у него будет, если он же не, ну, не отклонится к вам. И он, нашим братом сомневался в том, что он к этой ответственности готов, что он эту ответственность потянет, что он сможет дать вам то, что вы действительно этого ожидаете. Потому что строить планы, это одно, строить планы, рассказать о будущем, очень легко, по самом деле. А вот, реально выполнять их, гораздо сложнее. И самое главное, требуется усилий. Мужчине, возможно, действительно нужно время, чтобы привести свои мужчины в порядок, осознать, нужны ли вы ему или нет, и что вы вообще для него знаете. Далее, я думаю, что вы выбрали позицию, как бы, логическую, в вашей ситуации, но не совсем верную. Вы вообще перестали с ним общаться, если вы не звоните, мне не пишите, но ведь мы не чужие люди. Вы сколько-нибудь друг друга знаете. И в этой ситуации важно не терять связь, не терять контакт. То есть он не хочет пока отношения развиваться. Ну и хорошо. Общайтесь просто непринуждённые, не на личные темы. Общайтесь просто как друзья, как знакомые, чтобы был постоянно в контакте. И вот в этом контексте нет ничего плохого, если вы ему напишите, спросите, как у него дела, с чем он занимается. И все. Не навязывая, не давя на него, не требуя какого-то ответа, не обсуждая с ним волнующие моменты, не предъявляя претензий. Просто спокойное, непринуждённое общение. В этом ведь нет ничего плохого. И вам будет так проще, что вы будете интеллективно чувствовать настроение мужчины. И вам будет знать, что вы не до конца его бросили. То есть вот этот момент вам нужно обдумать. То есть, возможно, вы не очень правильно строите своё отношение к нему. То есть вы из крайности бросаетесь в крайность. Ну, это не нужно. На самом деле, здесь мне кажется, наоборот, мужчине желатым любая поддержка. Мужине желатым, чтобы он чувствовал, что вы всё равно готовы его принять любым. Что вам не только он как мужчина, но и как человек. А это всё-таки немножечко разные вещи. В том плане, что мужчина – это не для личных отношений, а вот человек – чисто в человеческих отношениях, чисто в человеческих общении. Оно может быть и вне зависимости от личных отношений. Дальше. Дальше. Дальше, который вы пишете, это то, что у вас очень много мыслей. Вот, вы знаете, сам факт того, что вы сказали, что у вас много мыслей говорит о том, что у вас нет выхода, вы никак не реализуете свои переживания. Они у вас внутри. Они копятся, копятся, копятся внутри вас. И в итоге создают такую свою собственную картину мира окружающего, в том числе и ваших отношений. Которая, ну, далеко не всегда отличается от реальности. Ой, прошу прощения. Которая очень сильно может отличаться от реальности. Извините, пожалуйста, пожалуйста. Вот. И свои переживания, свои мысли, их нужно озвучивать. Для того, чтобы озвучивая, проговаривая, они принимали бы объективную форму. И вы удивитесь, насколько сильно изменится ваше отношение к проблеме, когда вы ее выговорили. Потому что одно дело – чувствовать, как бы, чувствовать какие-то опции внутри себя. Ведь чувство – это очень субъективно. Чувство неразрывно связано с эмоциями, а эмоции вновь влияют на чувства. То есть, происходит как? Сперва мы ощущаем что-то, потом чувствуем, и потом уникают эмоции. Эмоции – это вот, как бы, реакция, да? И здесь нужно сказать так, что когда мы говорим, проговариваем свои эмоции, да? Проговариваем свои чувства. Все надуманное, все накрученные эмоции, эмоции отсеиваются. И остается реально. И вам будет самой проще тогда уже и легче, потому что не будет ощущения, что вот все слишком много навалилось. По факту будет, ну, гораздо меньше элементов, которые будут требовать вашего внимания, ваших усилий и так далее. В этот момент тоже нужно работать. То есть, выразить свои эмоции. Не обязательно психологу. Можно и своим друзьям. Можно родным. Можно в конце концов перед зеркалом стать и самой себе. Это выглядит. Знаете, в качестве эксперимента и занятия попробуйте так сделать. Вот сейчас сядьте или станьте перед зеркалом. Слушайте, проговаривайте свои мысли. Вы удивитесь, как много нового откроется перед вами. Это, что касается мысли. Теперь дальше. Значит, как помочь себе? Спрашиваете. Спрашиваете вы. И в данном случае, посмотрите, какая получается ситуация. Мужчина попросил у вас время. Одно, чтобы так болел. И это означает, что он чем-то себя занимается. Это означает, что у него есть какие-то дела. Он как себя реализует. А вы, получается, не. Вы, получается, все сделаете, что его ждете. И в итоге, как следствие, происходит такая ситуация, что его положение более выгодно, чем ваше. И вы, подсознательно, это, наверное, чувствуете. Это вырезается от того, чего и вам сложно. Прямо то, что мужчина, вроде как, более выгодно. Выгодно положение, чем вы. Вот это нужно исправлять. И исправлять это нужно только путем активного занятия себя чем-либо. То есть, вам нужно пересмотреть график своей жизни, график своих дней. И построить все вот так, чтобы не было свободного времени у вас вообще. Чтобы было как можно больше впечатлений. Чтобы было как можно больше дел. Чтобы вы вставали как можно больше сильнее. И тогда у вас просто не остается время. Не на то, чтобы вы переживали. А у мужчин. Ведь без тебя какое-то время, вы поймете вовсе, что неплохо без него живете. Что неплохо, то не плохо без него справляетесь. И что если он не хочет, если он боится ответственности, если он не хочет слабить, то это его проблема. А вы найдете другого мужчину, который не будет бояться ответственности. Если человек испугался быть с вами, не хочет быть с вами, то значит, что он не оценил вас. Что он недостойно вас. Что он чувствует и опасается того, что не сможет уделять вас, дотянуться до вас. Быть соответствующим вашим требованиям и стандартам. Для отознания всех этих вещей нужно ввести время. И время, и как бы благоприятные обстоятельства. А благоприятные обстоятельства можно только создать путем снижения решающей роли, снижения важности роли мужчины в вашей жизни. И поскольку вы говорите, что вам трудно, можно предположить, что вы еще чего-то боитесь, боитесь, что вы опасаетесь. А может быть того, что потенция одна, может быть того, что кого больше не зритите и нет. Конечно, у вашей самооценки. Самооценку нужно повышать, безусловно, как уверенность в себе, чтобы не было таких моментов. это достигается путем постановки определенных целей, разбиения их на задачи и подменивательных достижений этих задач. Также необходимо пересмотреть ваше отношение к машине и понять, как вы его воспринимаете. Воспринимаете ли вы его в качестве самоцели, то есть такой, скажем, категории, объекта, на который вы готовы тратить свои усилия, направлять свою энергию, чтобы делать его счастливым мужчиной. Либо вы с помощью него хотите удовлетворить какие-то свои потребности. То есть, что он вам для чего-то нужен. Вот второй момент, нужно проработать, понять ваши потребности и начать их достигать в обход мужчины, так, чтобы вы не были зависимы благодаря своих потребностям в этих отношениях. И тогда у вас будут равноправные, непринужденные отношения с мужчиной, где вы не будете мучить себя, убиваться и переживать относительно того, что будет между вами, потому что вы будете знать, что в любой момент вы садите, уйдете, если мужчина не соответствует вашим стандартам или он боится быть с вами. То есть, вот эта вот зависимость от него, которая вырастает из вашей неуверенности себя, нужно убирать. И тогда у вас все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу вам. Если понравился мой ответ, сделайте его лучшим. Пожалуйста, буду благодарен. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...